В Бресте по традиции все собрались в парке воинов-интернационалистов. Здесь состоялась траурная церемония и митинг. К памятнику погибшим воинам легли цветы от друзей, близких, представителей общественных организаций городской власти. В настоящее время в Бресте и Брестском районе проживает 1321 ветеран войны в Афганистане. За время войны погибло 28 брещан. Но те, кто прошел через испытания длиною в 10 лет, их никогда не забудут. Эта дата значима еще и тем, что она, как никакая другая, листворяет ту мирную политику, которую сегодня проводит Республика Беларусь. Что уже более 30 лет наши белорусские семьи не ждут похоронки. Наши белорусские парни не принимают участие в войнах. Это последняя война. И очень хотелось бы, чтобы ветераны-афганцы навсегда были последними ветеранами боевых действий в суверенной истории Республики Беларусь. День памяти воинов-интернационалистов, который отмечается уже многие годы. Первые годы, когда был учрежден этот день, мы давали объявление в газету, чтобы люди пришли сюда организованно. Сейчас никто никаких объявлений не дает. Народ, вы сами посмотрите, сколько будет у нас людей. Много идут. Почтить память, в первую очередь, погибших воинов наших, но и живым отдать дань уважения. Каждый год в преддверии 15 февраля зал Брестского горсполкома полон гостей. И почти все знакомы. Встреча с семьями погибших воинов-интернационалистов не единственная в году. Мы настолько плотно, ежедневно взаимодействуем с общественной организацией воинов-афганцев, что даже подумали, а нужна ли эта встреча. Потому что реально мы не ждем год, чтобы обсудить какие-то проблемы. Вместе с тем, при всем этом плотном взаимодействии, я вижу в ней какой-то особый ритуал. Власть показывает, что забота о этих людях – это наша часть нашей деятельности, это наш нравственный какой-то посыл. Встреча с ветеранами афганской войны, а также членами семей погибших воинов, была первоначально определена не как дежурная, а как рабочая. Традиционно в центре внимания медицинское и социальное обеспечение, вопросы благоустройства и транспортной инфраструктуры. Но есть и вопросы личного характера, которые мэр Бреста берет под личный контроль. В этом году таковой стала тема установки таблички с именами погибших брещан во время афганской войны, а также памятника матери погибшего воина-интернационалиста. Словом, всегда все существующие проблемы решаются сообща. Мы уже давно, мы уже 36 лет одной семьей живем. У нас одни болячки, одна боль. Что нам еще делить? И кроме Пухальского, кроме еще нам, конечно, я руководство имею в виду, горнодисполком, конечно, но это как наш отец старший. Когда можно идти, если что-то надо объемное, то мы идем с Пухальским жаловаться или просить. Особенной датой, 15 февраля, считают и те, кто только по фильмам и книгам знают о страшном событии более чем 30-летней давности. Речь об резкой молодежи. В рамках открытого диалога школьники и студенты встретились с теми, кто прошел сквозь пламя афганской войны. Я шел прямо на пулемет. Меня поставили задачу, меня поставили, и я шел. И могу сказать, что было страшно. И коленки дрожали, и хотелось упасть. Если бы сзади солдаты не шли, я бы упал вот так вот и лег бы и закрылся. Но поскольку сзади шли солдаты, не мог я опозориться. И вот я шел. И этим самым уже завоевал и доверие и у солдат, и у командования. За время моего командования, я был командиром взвода, ни один человек не погиб. Потому что я их всех взял под свое крыло и вместе с ними делил и кашу, и последний глоток воды, и патроны. Это диалог, кто он, герой нашего времени. Мы хотим показать молодежи, что на самом деле герои это не те мультяшные, там Халки, Железные Человеки и так далее. То есть это настоящие люди. Это ветераны войны, это ветераны Афганистана, это спасатели, это врачи. То есть на самом деле очень много героев среди нашего времени, и о них мало кто знает. Поэтому мы сейчас хотим рассказать, что привить какие-то вот такие очень важные, нужные ценности для нынешней молодежи. Брест помнит и будет помнить. Ведь за нейтральной формулировкой патриотическое воспитание молодежи – высочайший смысл.